Знаменитый путешественник родился 6 октября 1914 года в небольшом норвежском городке Ларвик. Отец мальчика держал собственную пивоварню, а мать была сотрудницей антропологического музея. Увлеченная трудами Дарвина и изучением окружающего мира, женщина с ранних лет приобщила сыну к исследовательской работе. Главной страстью тура стала зоология. Он даже оборудовал специальный уголок для животных в отведенной отцомком на тушке. Главной обитательницей любительского зоологического музея стала пойманная юным исследователем Гадюком. В начале 1930-х годов Хевердау стал студентом естественно-географического факультета университета Осло. Здесь молодому человеку представилась возможность полностью погрузиться в таинственный мир науки. После нескольких курсов обучения Тур познакомился с немецкими исследователями, у которых к тому времени был готов проект по изучению животных островов Полинезии. Задача авторов была определить, каким образом представители материковой фауны оказались на островах. Для Хевердау это был отличный шанс осуществить мечту детства и отправиться в далекое путешествие. В 1937 году Тур Хевердау вместе со своей супругой прибыл на Таити. Местный вождь проникся дружескими чувствами к молодому человеку и позволил паре поселиться в собственном доме. На острове они учились жить без привычного комфорта, обходясь лишь дарами природу. Большую часть времени проводили в исследованиях флоры и фауны. Вернувшись из поездки, Тур Хевердау начал писать книгу-биографию в поисках рая. Вернувшись с войны, Тур возобновил работу с материалами, добытыми в прошлой экспедиции. Проанализировав данные, ученый предположил, что Полинезию заселили люди с американского континента, а не жители Юго-Восточной Азии, как утверждали другие исследователи. В научных кругах эта гипотеза вызвала бурные дискуссии. Многие не согласились с Хевердау. Тогда путешественник решился на новую экспедицию, которая позволила бы ему доказать состоятельность своих суждений. Ученого поддержали четверо норвежцев и один шведский коллега, отправившись в путь вместе с ними. Под под названием Кантики путешественники соорудили собственными руками, находясь в Перу. Проплыв стоя один день по Тихому океану, участники экспедиции достигли берегов островной группы Туамоту. Самодельное плавсредство Хевердау использовал неспроста. Таким образом, ему удалось доказать, что именно этим способом предки полинезийских жителей пересекли океан и оказались на новой родине. Все произошедшее во время экспедиции ученый изложил в своем новом втором произведении «Путешествие на Кантики». Ставшая бестселлером книга, легла в основу документального фильма, удостоенного статуэтки «Оскар». Режиссером картины выступил сам Тур Хевердау. В 1950-х годах предметом исследований путешественника стал остров Пасхи. Полученные в результате экспедиции материалы позволили автору создать еще одну книгу «Аку-аку. Тайна острова Пасхи». Как и предыдущие произведения, книга пришлась по душе читателям со всего мира. В ходе путешествий Тур заинтересовался тростниковыми лодками и решил соорудить собственную. Вскоре лодка с египетским названием «Ра» была готова и спущена на воду у марокканских берегов. Судно выдержало натиск атлантических волн. Всего несколько недель, после чего пришел в негодность. Членам команды пришлось оставить «Ра». В начале 1970-х годов Хевердау построил вторую версию «Ра», но уже более совершенную. Вместе с советским коллегой Юрием Сенкевичем и еще несколькими учеными Тур направился к берегам Барбадоса. Исследователи вновь доказали, что с помощью парусов и канарского течения древние египтяне смогли преодолеть бескрайний океан и оказаться у берегов Америки. В начале 1980-х годов путешественник занялся изучением мальдивских курганов. Под ними он обнаружил древние фундаменты и остатки дворов, обращенных на восток. Здесь же ученый нашел каменных исполинов, изображавших мореходов древности. Своими находками и впечатлениями писатель поделился в произведении «Мальдивская загадка». В конце XX века исследователь изучал пирамиды Гуймар, находящиеся на острове Тенерифе. Тур первым из ученых доказал, что это культовое рукотворное строение, а не беспорядочное нагромождение валунов, как предполагалось ранее. Новое тысячелетие Хейердау начал с поездки в Россию. Здесь он собирал доказательства того, что норвежские племена изначально жили на берегу Азовского моря. Результатом исследования стала очередная книга под названием «В поисках Одина» по следам нашего прошлого. Весной 2001 года знаменитого путешественника не стало. Тур Хейердау похоронен в итальянском городе Аласио на территории собственного имения. Памятную статую знаменитому соотечественнику норвежцы построили еще при его жизни.